привет привет добро пожаловать в новый влог я надеюсь что картинка не трясется я перенастраивала свою камеру а то и что-то там как накрутила я уже подумала что у меня так сильно дрожат руки но вроде как все нормально я сейчас стою в нашем розариуме и здесь такой аромат когда уже будет функция когда можно будет поднести вот так камеру и передать вам то что я чувствую у нас всегда в июне наш сад утопает в цветах я потом покажу вам как выглядят розы при входе это нечто вот эти розы пахнут больше всего и даже есть такой шлейф моего любимого аромата от dior и столько бутонов они у нас будут свести до конца лета еще у нас есть темно-розовая вообще задумка была такой что все должны быть одинаковыми но что-то пошло не так вот это даже чем-то похоже на пион правда все модные инстаграмные и вот эти видите я держу ее в ладошке она самая крупная у нас их несколько кустиков но я не знаю сколько всего в общей сложности мы пять лет тому назад или четыре года назад это все покупали поэтому сейчас уже ничего здесь не меняем сколько есть только есть все наши я сегодня целый день готовлю убираю раз наверное 6 поставила стирку все это складывала и сейчас вот вышла прогуляться и и моя подружка со мной да ты мой пузан ты моя бочечка маленькая когда пояс она как шарик потом а если бы мне сейчас было так хорошо как тебе может вы знаете что за зараза атакует наше дерево причем мы чем его только не брызгали и даже ветки срезали но каждый год проблема возвращается вот эти в пупырках сидят какие-то жуки садовник тоже не помог нам его спасти может вы подскажете потому что такое впечатление что его просто нужно ликвидировать чтобы проблема исчезла вот они видите мы заселились сюда и они уже были и по сей день с нами остаются но дерево то страдает несколько новинок в нашем саду вот эту томик привез недавно вместе с гортензиями сейчас все рассмотрим и когда то такие же цветы если я не ошибаюсь росли у моей бабушки и не бывают разных разных цветов и когда смотришь из окна со стороны кухни то глаз конечно очень радуется гортензия пока что у нас стоит здесь в горшочке наверное мы потом ее куда-то пересадим мы вынесли на террасу наш столик из зала и вот так сейчас полежать по здесь позагорать но очень жарко боюсь что я сгорю и с этой стороны такое впечатление что я где-то в отпуске до пальмы все дела еще бы коктейль и море у нас рядом с домом одна большая парковка 4 самоката два велосипеда это велосипед который мы подарили захару на день рождения он суперский и тадададам розы которые пахнут на всю улицу это именно тот вид который плетется у нас правда шли дожди и вчера была такая типа как буря но они держатся молодцом и они тоже цветут где-то до августа возможно не так буйно но тем не менее цветочки это всегда хорошо мы так и хотели чтобы их было много 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 вот у нас здесь видите даже не забор а сетка и розы плетутся мы садили их не очень большими сейчас они прям так переваливаются через вторую сторону вот эта гортензия очень необычная но знаете гортензия за время своего цветения несколько раз может менять цвета и вообще цвет гортензии зависит еще и от почвы в которой она и вот потом посмотрим она и останется такой фиолетово зеленый или станет полностью фиолетовый мы ее тоже не пересаживали так в горшочке пусть себе стоит у меня обычно здесь какой-то или пасхальный декор или на новый год она вот вместо каких-то декораций мне кажется это самый лучший вариант у меня до сих пор здесь пасхальный венок и нужно или заказать новые или может поснимать вот эти яйца вообще-то издалека не видно но мы периодически тут что-то обновляем а может сделаю сама если найдет вдохновение мы тусим дома карантине но не в связи с коронавирусом в этот раз у нас ветрянка и гнат притянул ее домой и для большинства детей это зараза не столь страшно кто-то переносит легче как наш гнат кто-то жестче но проблема в том что я не болела и после того как я перенесла уже во взрослом возрасте с гнатом скарлатину я поняла что нужно что-то с этим делать я сразу позвонила нашему частному педиатру во первых назначили лечение для игната и ему нужно сидеть дома но он может выходить например на природу куда-то в лес или тут у нас в поле на луг главное чтобы он не сталкивался с людьми и оказалось что после контакта с больным тебя приглашают в поликлинику на осмотр и можно также поставить прививку от ветрянки я не понимаю как так получилось что нам не предложили ее сделать раньше потому что у нас у мальчиков стоят не только обязательные прививки но и кое-что дополнительное от ротовируса от пневмококов у нас захар родился с пороком сердца поэтому особой дискуссии на эту тему не было мы делали все то что рекомендовали врачи поэтому мы поехали в специальный прививочный центр с захаром потом с игнатом и прививались но как-то ветрянку все прошляпили и третий получается странный момент это то что прививку у нас ставят после контакта с больным и якобы ты или не заражаешься или переносишь в более легкой форме и мы с захаром можем выходить как-то так удивительно правда но все равно профилактически я не пустила его в школу и сидим дома хотя инкубационный период же 14 дней а то и 21 день после того как заживают последние ранки такое лето шикарное за окном погода хорошая и хочется на пляж а мы тут киснем дома мальчики сходят с ума их можно понять поэтому принимаю эту ситуацию и лечимся мне кажется что в нашем детстве не назначали какого-то особого лечения от ветрянки помимо зеленки возможно я не болела и не знаю о нем но тут прям какие-то лекарства по рецепту чтобы организм поскорее справился и сейчас уже который там день игнать вижу что не чешется и нет новых высыпаний только все ранки потихоньку начинают уже угасать сегодня будет домашний влог у нас как всегда куча приключений между прочим томик сам из-за этого едет на кристины так как он крестный а мы паралете стоит вылизывает как это ты еще не спишь на нем ужас мы чуть не развелись из-за этой покупки игрушки да я вам не говорила томок учился и сдал на права я молилась чтобы он не сдал как видите свершилась для меня это какой-то от одища томок что это за марка похвастайся он до африка говорит это культовый мотоцикл кошмар вы пустили своего мужа ездить я не знаю что вам сказать ссори соседка как раз косит траву он такой какой-то яркий строк от и по польски он огромный просто огромный а вот это все багажники томик сегодня приехала говорит ты поместишься со всем своим богатством вы что я никогда ну хотя никогда не говори никогда я вообще-то не планирую садиться на мотоцикл я боюсь смотреть как чё ты смеешься я тебе говорю с тобой никогда никуда не поеду жах ну наверное меня когда-то отпустит страх я все-таки себя пересилю и возможно даже покатаюсь с мужем но это не точно то ли возраст то ли я не знаю как это объяснить лишь бы он ездил осторожно это единственное что меня волнует короче учится ездить у него еще полное обмундирование когда-то покажу вам потому что сейчас он пошел с собакой гулять но вылизывает вылизывает вообще большие мальчики большие игрушки до продолжаем блок на домашнем как-то так похолодало неприятно на улице мы сегодня с нашим будем обедать стартерями у меня вот такие как-то покупала на итальянской неделе в лидле курочка у меня сразу нарезанное это теле сыр лук еще чеснок надо стать если у вас уже вкусные недорогие помидоры это можно взять свежие у нас закончил закончилась многое вот поэтому достала дежурные в банке они сразу очищены сыр лимон или лайм куда-то подевался купленный лайм я думаю что кто-то его уже съел и хочу сделать типа гуакамоле съел хорошо две авокадки и какая-то зелень тоже закончилась у меня господи календра всегда забываю не зера а кинза вот я всегда забываю как будет корица помню что попозже польский это цинамон и календра это вечная у меня две проблемы и поэтому вместо кинзы у меня будет какая-то зелень которая имеется в холодильнике это петрушка укроп зеленый лук по ходу дела решу давайте по-быстрому сделаем и над ты мне обещал помогать ты сам просился помогать давай вперед по-быстрому сделаем типа авокадо не авокадо гуакамоле расти на ивтен способ она уважая на пальцы богом главное не вместе с пальцами да иношка подожди давай может я это сделаю то я давно мы не были в больнице вот так держи его и режь окей 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 но мне кажется наш авокадо приказал долго жить Игнат режет зеленый лук давай ешь у меня аллергия сегодня до канала соль Игнаша там борется с паприкой а мы с вами займемся главной начинкой тортильи я уже нарезала лук можно взять обычный и теперь что мы делаем открываем томаты или если у вас свежие то удаляйте кожуру это можно сделать при помощи кипятка залейте помидоры на несколько минут потом она очень легко снимается также желательно выдавить зернышки достаем томаты из вот этого сока который есть потому что если его будет слишком много то наша тортилья размокнет и все это разлезется в итоге видите осталось и тоже нарезаем Юки нам помогает своим присутствием ребенок устал набегался и здесь прохладно как раз на полу ну да что ну да кто тут наводил порядке е-мое разогреваем на сковородке немного оливкового масла жарим лук выкладываем помидоры я добавлю петрушку вы можете взять кинзу чесночок чуть протушим так чтобы ушла лишняя жидкость добавляем курочку и тоже тушим пока не уйдет лишняя жидкость потому что курица готовится очень быстро посмотрим сколько у меня там по времени это займет кто из вас пользуется пультом для вытяжки он бедный запылился я не знаю где он лежал но его нашел Томак продавался вместе с вытяжкой мы ни разу его не включали я даже не знаю есть ли здесь есть батарейки зачем он не знаю может у кого-то большой дома типа лень подойти без понятия пусть дальше лежит еще лет пять может я пойму разогреваем сковородку может быть не обязательно для гриля но у меня она есть супервещь для стейков и выкладываем первую часть тортильи начинку давайте все гулять так гулять это очень много и сыр у меня чеддер можно взять моцареллу любой желтый ваш любимый так и верхняя часть прижимаем надеюсь моя начинка отсюда не вывалится потому что мне все это еще нужно перевернуть я еще накрою крышкой чтобы это все прошло быстрее с начинкой я все-таки переборщила кладите меньше я сняла со сковородки обжариваем с двух сторон ммм зато она вкусная и с Игнашей у нас сегодня будет такой обед в тортиле типа гуакамоле в котором немного а гуакамоле у нас его немного так что Игнат порезал паприку будем хрустеть приятного аппетита это очень вкусно а тортилью я вам не советую потому что она суховатая и зараза разваливается обожаю когда у меня есть настроение готовить я очень люблю готовить не только для себя а еще для кого-то а вот вам и ответ на вопрос почему у нас чисто дома потому что мы каждый день пылесосим и моем полы хотя бы по минимуму сейчас у нас в зале нет ковра потому что Юки маленькая и нет смысла его постоянно возить в химчистку потому что аварии еще случаются а я поехала пылесосить моя вечерняя рутина сегодня потому что обычно я укладываю детей а Томик тут пылесосит и намывает полы у меня сегодня одна поэтому все на мне точнее не укладываю а загоняю спать проверяю чтобы зубы были почищены чтобы в комнате был порядок ну и Игната сейчас натираю пенами даю кучу лекарств а я сегодня еду на ручном приводе потому что Томик забрал моющий пылесос и что это у нас такое не знаю что за бренд но удобно то что ведро маленькое и сразу можно намочить швабру вот так чик и потом отжать не пачкая руки вот так что стоит у нас здесь в нашей мини кладовке вместе с собачьим кормом и еще с кучей очень нужных вещей ну реально надо все отжала шваброчку теперь просушить и укладывать детей посуда мак косвотая вещь так и мне еще нужно спрятать клубнику в холодильник чтобы она до завтра не испортилась у нас продается в таких кошелках я если сразу ее не использую то не мою потому что у меня такое впечатление что если ягоды помыть и поставить в холодильник они портятся быстрее возможно мне кажется но по-моему это работает какая грязничая после дождей что Игнат мама не загнала а спать не надо да? а то уже помыты в пижаме но не сильно обсыпала пока что не знаю как там будет дальше еще мне нравится вечером еще мне больше нравится когда это сделает Томок и да он этим занимается порядками помоешь? я бы хотела что ты уже ложился спать знаете который час да конечно видите мои дети не спят это стандартная ситуация не Игнаш мама уже сама нравится помыть раковину кухонную особенно если я целый день что-то готовила вы знаете немножко ну давай шуру пожалуйста все хватит отлично готово подоставала свои новинки из сифоры из росмана еще из разных магазинов и девочки периодически мне поступают вопросы Оля покажи что из польской косметики стоит купить очень много я сейчас пораздавала поэтому физически банок у меня нет но если вы хотите я могу отправиться в наш росман в хэбэ или супер фарм и поснимать что стоит приобрести что нет напишите кому актуально чтобы я тоже понимала наверное это не будет отдельное видео а как часть влога что-то в этом духе я вообще не вопрос пойду и засниму и помимо части того что будет в летней косметичке чуть не сказала весенне-летней но уже как бы середина июня я что-то вообще время так быстро летит и я постоянно хочу сказать весна-весна весенне-летняя тут как бы уже я проснусь и будет середина лета значит смотрите хотела вам сказать что вот этот тон его не будет в моей подборке это новинка от Estee Lauder которая у очень многих визажистах в рекомендациях но на мне он какой-то странный потому что не особо что-то перекрывает при этом он сушит и не так хорошо держится как предыдущая версия я что-то не прониклась или я его не приловчила не поняла а вот то что для сухой и капризной кожи совершенно нет даже на хорошо улажненную кожу то ли со мной что-то не так то ли с ним это Charlotte Tilbury я помню что я купила его блин без скидки я долго смотрела обзоры для того чтобы понять какой же мне нужен цвет это мой зимний оттенок сейчас я пользуюсь автозагаром и он мне светловат как и вот этот но не суть все равно пока что не судьба потому что это так видно на лице это что-то что я не могу советовать во всяком случае для такой кожи как у меня и еще девочки да это тоже будет в фаворитах лето или в косметичке недорогие блески от Evoline новинки у меня видите целых 4 штуки они очень красивые они увлажняют не то чтобы долго держатся но они и не липкие есть нюдовые вот такой молочный и они не слишком сильно холодят остальное я вам покажу папажей и вот эти румяна они знаете уже как виски с выдержкой Dior линейка Backstage я долго не могла их приобрести потом купила и все думаю я вместе с вами хочу протестировать их то ли в инстаграме то ли на ютюб и никак совершенно новые постоянно думаю что ну потом ну потом крашусь и как то то камеру забуду включить то батарейка села видите потом суп с котом получился но я думаю что когда то этот день настанет не знаю черт меня дернул приобрести однушки Dior это было так дорого зачем вопрос но такой необычный цвет camel и не рыжий и не холодный серый и просто искала замену кремовым теням от Luxe Visage и вот эти сатиновые все закругляемся с косметикой потому что меня зовет стирка мои мальчики мастера испачкаться так что потом это практически невозможно отстирать я уже становлюсь на голову чтобы как то исправить ситуацию и покупала столько всего раньше хоть неплохо работал ваниш вот именно который в кусковом мыле или в порошке вот этот в пене самый слабый стараюсь его допользовать но он не очень то и работает так знаете что пшикал что не пшикал пятновый водитель очень даже средний именно вот этот также онлайн нашла вот такие пятновые водители и они от разных пятен вот этот хорошо убирает траву действительно вроде как макияж иногда как ляпнешь тоналкой вот скажите попробуй потом зубами отдери пока что тьфу 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 от тоналки не было но как-то протестирую а траву действительно на ура убирает вот этот неплохо выводит пятна от овощей сейчас как раз буду застирывать футболку еще взяла вот этот он от жирных соусов от жира собственно и попробовала постирать у меня есть такой костюм очень старый и случайно брызнула подсолнечным маслом тоже хорошо все выедает и как бы нет потом вот этих пятен знаете от самого пятновыводителя то есть он не как белизна или что-то такое у меня конечно самая худшая история с белыми вещами вот пожалуйста накидайте каких-то рекомендаций и вот этот прекрасно справляется с всякими там фломастерами с ручками после школы не знаю что они там делают возвращаются все обрисовано обляпано думаю как они так ходят если я в начале дня ляпнула или что-то сделал потом целый день в школе достают сменные футболки из рюкзака они все равно там помятые ну есть как есть что поделать это же дети на то оно и детство хотя взрослые тоже могут так испачкаться что мама не горюй замачиваю это все и я уверена что эти пятна точно сойдут это бренд немецкого производства насколько я вычитала но я думаю что он без проблем доступен во многих странах потому что марка международная на этом я буду с вами прощаться надеюсь вам было интересно не забывайте поставить пальчик вверх будем заряжать друг друга позитивом и до встречи уже совсем скоро пока пока я иду играться с юкасей она готова так целый день тюкс 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 тюкс